МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Шашков Виктор Петрович, начальник управления здравоохранения Ленинского района. Виктор Петрович, рад вас приветствовать. Какие изменения по линии здравоохранения произошли у нас в 2013 году? Сегодня состоялся отчет района полугодовой. Так что мы можем, наверное, и за полгода спросить, что у вас интересного произошло. Да, сегодня отчитывался Сергей Николаевич за полгода работы администрации в целом. Что касается здравоохранения, то какие изменения, знаете, на моей памяти в российском здравоохранении, начиная с 90-х годов, наверное, не прошло и года, чтобы не было каких-то изменений. Начиная с введения обязательного медицинского страхования, монетизации льгот, внедрения приоритетного национального проекта, ежегодное выполнение модернизации, теперь диспансеризация, и, наверное, это хорошо. Мы совершенствуемся, используем любой малейший момент и для становления и развития системы здравоохранения Ленинского района в частности. Что касается первого полугодия, то самым важным моментом явилось, наверное, окончание реорганизации наших лечебно-профилактических учреждений. Если раньше было когда-то в нашей структуре 22, затем было у нас 15 учреждений, на сегодняшний момент у нас здравоохранение представлено шестью муниципальными учреждениями. Это центральная больница. Вы укрупняли просто? Конечно. То есть мы все амбулатории, которые у нас были, сельские амбулатории, Просто чтобы телезрители не подумали, что мы половину убрали и сократили? Нет, ни в коем случае. Это как раз, наверное, хорошо, что этот вопрос задан. И мне хочется довести до сведения всех жителей нашего района, наших пациентов, о том, что никаким образом эта реорганизация не коснется обслуживания, медицинского обслуживания наших людей. Потому что это касается только юридических лиц. То есть каждая амбулатория теперь не является юридическим лицом, она входит в структуру Винновской районной клинической больницы. И это было связано прежде всего с финансовыми средствами. Какие-то преимущества дает это? Безусловно. Хотя бы врачам, которые работают в этих амбулаториях. Она не подразумевает под собой ухудшение ситуации. Это, конечно, наиболее эффективное использование средств. Причем перед тем, как мы проводили эту реорганизацию, каждому был задан вопрос руководителю, в частности амбулатории, насколько вы в современных условиях одноканального финансирования сможете выжить и содержать себя по тем тарифам, которые сегодня утверждены в нашей области. К сожалению, мы и сами просчитывали, в управлении здравоохранения никто. Ведь это дополнительное содержание, по сути, для каждого юридического лица административно-хозяйственного аппарата. При условии отсутствия на сегодняшний момент централизованной бухгалтерии необходимо было содержать и бухгалтерию, и экономистов, соответственно, кадровую службу. Это выливалось по каждому подразделению более чем в полтора миллиона рублей. А эти деньги надо было зарабатывать. К сожалению, те объемы, которые выполнялись амбулаториями, не позволяли это делать. Поэтому это не нововведение, об этом мы говорили. Это соответствует программе развития здравоохранения области в целом. Об этом мы говорили и три года назад. Просто мы делали это планомерно, чтобы ни одна реорганизация не повредила другой. На сегодняшний момент с 1 июля это произошло. Ну и позволю себе остановиться на очень важном событии, которое произошло у нас 1 июня. Это, конечно же, открытие Видновского перинатального центра. Это тоже реорганизация и преобразование. Был у нас Видновский родильный дом, но в связи с введением высоких технологий, прежде всего по нейонатологии, это отделение выхаживания новорожденных, вновь открытое, и реанимации служба тоже для новорожденных, с появлением новых специалистов, оно преобразовано в перинатальный центр. То есть это более высокая статусность и более высокий уровень оказания медицинской помощи, прежде всего для наших младенцев. Потому что мы на сегодняшний момент в соответствии с международными стандартами выхаживаем наших новорожденных до полутора килограммов, и уже на сегодняшний момент, в августе месяце, мы говорим, что за это время прошло более 300 таких пациентов, вернее в этих отделениях была оказана медицинская помощь, и 23 в том числе с этой экстремально низкой массой тела, вернее менее полутора килограммов. Аудитория в добром здравии находится до сих пор. Виктор Петрович, разрешите вот такое опасение высказать, которое может возникнуть у наших телезрителей. Высокий статус перинатальный центр нашего бывшего роддома, не будет ли ажиотаж других рожениц из других районов, даже из Москвы, будет ли хватать мест нашим жителям? А этот ажиотаж, он и был, это как раз и позволило нам с привлечением дополнительных средств, ведь по сути за каждым пациентом в современных финансовых условиях здравоохранения идут деньги, и чем лучше, оперативнее мы будем работать, чем привлекательнее мы будем работать, тем больше к нам будут идти. А койки, они безусловно, и мощность учреждения, она прежде всего спланирована для оказания медицинской помощи нашим роженицам. И, конечно, никакого ущемления в этом отношении для наших жителей не будет, это однозначно. Другое дело, что вот это начало позволит нам, я буквально на этой неделе был в Министерстве здравоохранения, где представляла наша министр программу, так называемую дорожную карту до 2020 года для слушаний медицинской общественности, и где мы в этой дорожной карте обозначаемся уже как дополнительное развитие перинатальных центров, в том числе и для строительства дополнительных площадей, в чем мы крайне нуждаемся. В дополнительной площади один из основных вопросов, про которые говорил не один эфир, уже не один год, это строительство больницы в селе Молково. Насколько мне известно, что начали поступать трансферы из Москвы, на которые планировалось построить в том числе эту больницу. Так ли это? И начата ли работа? Совершенно справедливо. На предыдущем эфире я говорил о том, что у нас, по сути, все готово для того, чтобы начать ряд мероприятий для подготовительных мероприятий, для строительства больницы, и как раз одно из них – это открытие финансирования. Я сегодня уже окончательно, совершенно официально могу заявить о том, что финансирование открыто. Уже начаты процедурные вопросы решаться по отбору подрядчика. И я могу с полной уверенностью сказать, что в октябре месяце мы начнем строительство Молоковской участковой больницы. Вот в этой связи, опять же, хорошо, что вы задели эту тему, потому что она животрепещущая, наверное, и обострена в какой-то степени в преддверии выборов. И очень много было вопросов, в частности, от поселения, что что у нас, как раз это связано и с реорганизацией учреждения, потому что Молоковская участковая больница тоже влилась в структуру Винновской районной клинической больницы, что больница будет закрываться ни в коем случае. Еще раз повторяю, по всем амбулаториям и по всем подразделениям все остается в том же виде, с тем же штатным расписанием, с тем же набором специалистов, то есть для людей никаких ограничений в оказании медицинской помощи, все, как было, остается в том же виде. Виктор Петрович, а новая больница в Молоково рассчитана уже на прилив жителей? Там же строятся новые микрорайоны? Ну, любое подразделение, знаете, Московская область, она, наверное, отличается от всех других субъектов федерации, где особенно близлежащая к МКАДу, где идет огромными темпами строительства. И предугадать, мы с этим сталкивались еще, когда у нас территориальная принадлежность Москвы была, вторая половина района, когда огромные микрорайоны строились, например, в Московском, а, к сожалению, мы предусмотреть штаты в конкретный момент не могли, потому что либо кто-то не покупает квартиру, не проживает, либо он там не зарегистрирован, мы не можем его прикрепить. Безусловно, Молоковская больница, она не является специализированным подразделением, она является первичным звеном, поэтому, так или иначе, любая сложная патология, которая будет в каких-то оперативных и экстренных мероприятиях, будут нуждаться пациенты, она все равно будет оказываться в Виновской районной клинической больнице. А как первичное звено, она, безусловно, будет заполнена и востребована, в том числе и с новостройками. Хорошо, продолжим же эту тему. Как обстоят с оказанием медицинской помощи в сельском поселении Развилковское? Надо ли там вводить ставки врачей? Вот опять к тому вопросу, что поселение растет и растет хорошими темпами. Ну, вот что касается поселения Развилковского, то хорошими темпами я бы это не назвал, потому что население довольно стабильно. Возможно, в ближайшее время и в перспективном плане комплексной застройки это будет предусмотрено. Но вот я бы назвал вопросы по… вообще все вопросы можно разделить, которые постоянно задаются из передачи в передачу, на приемах по личным вопросам, в обращении граждан. А есть вопросы, которые возникают так вот случайно. Вот этот вопрос, который постоянно возникает, и постоянно на него отвечаешь, все время задумываешься о том, сколько же можно уже про это говорить. Потому что вот я просто одно хочу сказать, что, ну, во-первых, амбулатория сельского поселения Развилковское, оно лучше всех… Вот мы говорим о главных проблемах, главная проблема – это у нас кадры, укомплектованность, низкая укомплектованность, потому что призывая всех, предоставляя общежития, предоставляя даже идет администрации навстречу где-то квартиры, квартиры общежитского типа и так далее. То есть различные варианты изыскиваем. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, и это я уже неоднократно говорил, это не проблема только нашего района. В целом, я уже даже приводил статистику по стране, из 100% заканчивающих медицинские институты, только 30% докторов доходят до своих профессиональных обязанностей. Может быть и слава Богу, остальным и туда, и не дорога. Как видите, не слава Богу. Так вот, что касается Развилковского поселения, то там укомплектованность у нас 93%. Сравнить, например, с каким-нибудь другим поселением? Например, с ВРКБ сравнить Виновской районной клинической больницей или с другими амбулаториями, где коэффициент в среднем, я просто назову по району, чтобы не путаться и было понятно, он составляет 53%. А там 90%. А там 90%. Совершенно справедливо. Поэтому я понимаю, может быть, некоторую неудовлетворенность конкретных граждан, и я даже знаю, кого конкретно, но отвечать на одни и те же вопросы уже отвечали даже на уровень президента, Министерства федерального, местного. Действительно так. Что касается перспектив, столько было сделано, пишут о недостаточной укомплектованности оборудования. Поверьте, все соответствует тем стандартам, которые необходимы. Я просто говорю конкретно, что если учреждение не соответствует лицензионным требованиям, его просто закрывают. Или требует исполнения доукомплектования кадрами, доукомплектования оборудованием, чтобы площади по ремонтам соответствовали санитарным нормам, что было у нас сделано. Там у нас в развилковском поселении бригада скорой помощи, нигде больше нет, отдельно стоит для того, чтобы сохранить доступность. Открыли дневной стационар с нового года, поменялся новый руководитель, совершенно замечательный молодой специалист, которая активизировала работу. Поэтому я думаю, в развилковском поселении все в порядке, есть хорошие перспективы в градостроительном плане, опять же, строительство и поликлиники. Но это перспектива. Вы сейчас упомянули, что в развилке есть своя станция скорой помощи, а насколько мне известно… Под станцией машины. Под станцией, да. Насколько мне известно, мы уже даже показывали сюжет, видным станция скорой помощи меняет свое место жительства. Сейчас происходит реконструкция здания на улице Центральной, 12А. И, наверное, в скором времени туда переедет наша скорая помощь. Скажите, вопрос такой. Не страшно ли, что это здание находится в жилом доме? И как там все будет оборудовано? Стоянка автомобилей. Не помешает ли это жителям этого дома? Замечательный вопрос, потому что буквально из перечни всех вопросов, которые задаются, видимо, опять это в преддверии выборов, предстоящих как муниципальных, так и субъектовых наших губернаторов. Я скажу, много раз задавался этот вопрос. И он для меня уже становится, по сути, каким-то уникальным. Потому что на сегодняшний момент, если задаться вопросом, где располагается станция скорой помощи у нас? В жилом доме. Причем в жилом квадратном, вокруг тоже располагается большое количество жилых домов. Причем небольшой этажности и очень плотно. И сколько я руковожу здравоохранением, я ни разу не встречался с вопросом, а почему она там располагается. Причем станция, сами помещения, они абсолютно на сегодняшний момент не отвечают никаким санитарным нормам, стандартам. И нас Роспотребнадзор, с двух сторон нас предупредили, Роспотребнадзор сказали, выводите, либо станцию будем закрывать. И арендатор, у кого мы арендовали эти помещения, это Москокс, мы им платили арендную плату завидную, почти 4,5 миллиона рублей, они тоже сказали, что выходите, мы эти помещения тоже будем использовать для жилья. И спасибо администрации района, нам выделили эти помещения. На сегодняшний момент, если предыдущие помещения были 350 квадратных метров, на сегодняшний момент это полторы тысячи, которые после ремонта полностью будут соответствовать санитарным нормам и правилам. И я скажу, что уже говорил, отвечая на предыдущий вопрос, ни одно учреждение, даже не здравоохранение, а любое, оно не может функционировать без разрешения государства на этот счет. То есть должна быть лицензия. И если бы, поверьте, те, кто задают вот такой вопрос, если бы расположение конкретно скорой помощи в этом здании не соответствовало бы каким-то нормам и правилам, оно бы там просто не располагалось, потому что не дали бы разрешения. А такое распоряжение и заключение у нас имеется. И я хочу сказать, просто уж, коли спрашивают, это соответствует в том числе и постановлению главного санитарного врача, где есть четкий перечень, что можно располагать в жилых зданиях, что нет. Есть учреждения здравоохранения, которые ограничены для расположения в жилых домах, но они связаны прежде всего с ионизирующим излучением. Это магнитно-резонансные томографы, рентгены и так далее, которые не могут. Здесь ничего этого нет. Более того, скорой помощи это только личный состав и никаких даже УЗИ-аппаратов там нет. Более того, стоянка, там есть виды постоянных стоянок, здесь никакой постоянной стоянки автотранспорта не будет. Поэтому все разрешительные документы на сей счет имеются. Разрешите мне начать с вопросов телезрителей, и потом мы более в общем перейдем. С января по настоящее время нет поступления лекарств астматикам. Звоним в управление здравоохранения и обещают, что вот-вот поступят, но этого нет. Когда, наконец, будут поступления или их все-таки отменили? Нина Васильевна, ну и, наверное, в общем я задам вопрос. Что вы скажете по поводу льготного лекарственного обеспечения? Какие проблемы там? Как их решать? Наверное, как существует мир, как старый мир, так стары эти вопросы. Я просто откровенно скажу, они наверняка будут, чтобы не предпринимало государство на сей счет. Не буду вообще перечислять все категории. Всего у нас 10,5 тысяч льготников на территории Ленинского района. Я просто хочу сказать, что именно в этом году нам, к сожалению, пришлось столкнуться. И я сам могу это признать, и что, может быть, это несколько неотично говорить о виноватых в их отсутствии. Но, тем не менее, была ошибка, ее признало Министерство здравоохранения, потому что там было другое руководство. Некое реформирование было предпринято в конце, буквально в конце, в последних числах декабря и в начале этого года, программного обеспечения, именно обеспечения льготной категории граждан. К сожалению, это повлекло вот такие, на мой взгляд, страшно негативные последствия, которые мы расхлебывали. И на сегодняшний момент я могу констатировать, что мы это расхлебали. Министерство здравоохранения, по сути, провело уже все конкурсные процедуры, все склады выигравших подрядных организаций полностью наполнены всеми необходимыми медикаментами. И эти медикаменты, наверное, льготники сейчас, глядя меня и слушая меня, сами это ощущают, потому что уже со складов наши аптечные учреждения наполняются в сегодняшний момент всем необходимым перечем. Я не хочу сказать, что полностью закрывается потребность, что вот прямо каждый препарат, но я бы здесь остановился на том, что конкурсная сама процедура и выписка лекарственного средства производится по международному непатентованному наименованию. Почему иногда возникают вопросы? А уже непосредственно отпуск в аптечных учреждениях, поставка в аптечные учреждения, она проводится по торговым наименованиям, что иногда вызывает… Смущает некоторых. Да, то есть препарат, он может международно называться анальгин, а торговое – другое название. Но народу именно, к сожалению, все эти препараты на сегодняшний момент, они бы не были на нашем рынке, если бы они не были сертифицированы. Поэтому они все соответствуют тому препарату, который назначает вам лечащий врач. Еще два вопроса. В Видовской поликлинике большие очереди, в том числе к врачам-специалистам. Как решаете данный вопрос? И следующий подвопрос здесь же. А будут ли в больницах электронные очереди, как Сбербанки? Стоять не нужно по часу, все быстро и эффективно. Или зрительница Валерия? Будет. Начну с последнего, потому что это очень коротко. Электронные очереди уже на сегодняшний момент проводится обкатка программы. Мы делали эксперимент в Ленинском районе, сами пытались внедрить свою программу. Но после того, как было принято решение, что будет единая общая областная программа по электронной записи и электронным картам и так далее, там целая программа, и на сегодняшний момент она обкатывается и внедряется в учреждениях. Я думаю, что уже по осени в октябре будет электронная запись к врачам. Что касается первого вопроса, то, конечно же, уже я как-то в своем выступлении говорил, но хорошо, что сейчас это время приближается для того, чтобы разгрузить, конечно, перенасыщенную нашу поликлинику Видновскую, мы уже буквально 29 числа августа, буквально через две недели, будем открывать первые два офиса общей практики. Это в Расторгуево на вокзальной и на строительной. Совершенно справедливо. Ремонты там были закончены в начале года. Шел процесс и комплектование медицинским оборудованием, закуплена медицинская мебель, лицензирование. Есть небольшая у нас не до конца решенная проблема все-таки по кадровому обеспечению. Я уже останавливался на этом. Но так или иначе у нас подготовлены три специалиста, и мы занимаемся поиском, в том числе и привлечением со стороны людей со специализацией общей врачебной практики. Поэтому я здесь, наверное, все-таки обязан это сказать. На сегодняшний момент мы в преддверии выборах. Это одно из основных направлений, которое один из кандидатов на пост губернатора, господин Воробьев, проводил жизнь, когда был исполняющим обязанности губернатора. У нас на сегодняшний момент уже общая областная программа. Я буквально выезжал с министерством на предыдущей неделе. Знаете, строятся микрорайоны. В частности, микрорайон Новодрожино, Мортон строит. Мы выезжали туда застройщик, Мортон, он по этой программе будет выделять как площади внутри микрорайона Нового для офиса врачей по общей практике и квартиру для доктора, который будет там работать. Да, то есть это очень хорошее начало, очень грандиозного дела. Если мы сумеем вот так вот довести, приблизить, улучшить доступность медицинской помощи в этих огромных микрорайонах, не ездить куда-то, не создавая там очереди, а получая ее на месте, это будет самое главное, что необходимо в структурной перестройке здравоохранения на сегодня. От Владислава Андреевича вопрос. Есть ли видна станция по переливанию крови? Нет, у нас нет станции переливания крови, у нас есть отделение переливания крови, и если это связано с нуждаемостью, то у нас, в общем-то, все нуждающиеся, естественно, получают это. И проводится Дня донора, и наше отделение, оно лицензировано на забор крови, мы забираем, часть храним у себя определенный запас, а часть в областную станцию направляем. Следующий вопрос. Сейчас много говорят о диспансеризации, лечебные учреждения призывают пройти, и вот скажите, объясните сейчас, для чего это нужно и как это важно? Наверное, главный вопрос сегодняшнего дня, имеется в виду для здравоохранения, для нас, как и для исполнителей, потому что именно с 2013 года в стране началась всеобщая диспансеризация, это программный документ всероссийский, и действительно, мы проводим очень активную работу нашего учреждения для привлечения людей в прохождение диспансеризации. К сожалению, я вот обращаюсь сегодня ко всем и работодателям, и жителям нашего города и района в целом. Есть конкретный механизм реализации диспансеризации, на сегодняшний момент, это ее в этом году должны пройти все люди, начиная с 21-го летнего возраста, с 21-го года, и через 3 года. 21-го возраста, 24-го, абсолютно нет, до 90-го, кто живет старше и так далее. Но именно это 21-го, 24-го, 27-го и так далее. Мы призываем всех обратиться непосредственно на свой участок, к своим лечащим врачам, потому что это важнейшее направление реализации главного принципа здравоохранения, не только в нашей стране, во всем мире, это профилактики, потому что именно диспансеризация, позволив нам на определенном этапе оценить свое здоровье, что мы имеем, есть ли у нас какая-то, возможно, скрытая патология, а это направлено прежде всего на такие серьезные патологии, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, которые влияют и на смертность, и на инвалидность. Поэтому, ну, наши великие, мудрые, старые, пирогов, легче предупредить заболевание, чем его лечить. Поэтому мы просим активизации населения, мы готовы принимать, но нам необходимо, очень важно составить график, чтобы это не влияло и приему нашего населения в поликлиниках. Поэтому, уважаемые и жители, еще раз говорю, и работодатели, откликнитесь, обратитесь в нашу Видновскую районную поликлинику, где у нас сидят ответственные люди и формируют вот этот вот механизм на сегодняшний момент. Потому что в нашем районе до конца года необходимо просмотреть, провести через диспансеризацию, через профилактические осмотры более 16 тысяч человек до конца года. Ну, с работодателями, наверное, как-то проще, они могут подавать заявки, они знают возраст своих работающих. А вот как быть с простыми жителями? Они просто приходят на прием к самому врачу, и тот ему говорит, вы желаете пройти? Я вас записываю, да, для плана. Не столько желаю. Конечно, мы в современных демократических условиях заставить кого-то пройти, но он... Но если есть такая возможность, почему не воспользоваться? Конечно. Вот у меня, например, вот у вас замечательную фразу вы сказали, да? Если есть такая возможность, а ведь приходится убеждать, но ничего нет дороже здоровья человека, своего собственного, своих близких и родственников. Поэтому при предоставлении такой возможности, я думаю, ее надо просто даже с благодарностью воспринимать. Потому что, ну, вот проводя дополнительную диспансеризацию в предыдущие годы и выявляя заболевания на ранних стадиях, тяжелейшие патологии. Ну, люди просто приходили и говорили огромное спасибо, потому что не подозревали никогда, что у них сахарный диабет, что у них гипертония, что у них был скрытый инсульт или на ногах перенесенный инфаркт миокарда. А ведь вовремя сделанная какая-то, я не говорю даже, диагностическая процедура. Диагностическая процедура – это как раз сама диспансеризация профосмотра. А затем второй этап, когда вас смотрят уже специалисты, направляют на стационарное лечение. Это не просто предупреждение заболевания, это спасение жизни. Поэтому… Обратитесь, вот все, кто сейчас нас слушает, обратитесь к своему ли работодателю, сами ли пойдите к терапевту. Обязательно сделайте это. Эфир подходит к концу и в заключении вопрос от Марии Семеновны. И очень интересует, когда же все-таки откроется новое отделение скорой помощи. Ответим, наш телезрительный. Конечно, 5 сентября. Марина Семеновна, 5 сентября у нас будет еще одно новоселье. Сразу после нашего… Да, много новоселья. Дня города и Дня Ленинского района. Я благодарю за то, что вы сегодня пришли. Очень много интересных и полезных вещей мы узнали. И не забываем про диспансеризацию, уважаемые телезрители. Прощаемся с телезрителями. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова